Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню у милой хозяйки. Вот такие чудо-мини-пирожочки. Сегодня будем готовить закусочные или фуршетные. Буквально на один укус. Гора пирожков больше 100 штук за 40 минут, за 1 час у вас точно будет. Готовить их можно с любой начинкой. У меня сегодня мясная. Присоединяйтесь, в описании к этому видео найдёте количество ингредиентов. Готовлю тесто. В молоко добавила сухие дрожжи, столовую ложку сахара. Перемешиваю. Добавляю соль, 1 яйцо и 1 белок. 1 яичный желток я оставляю для смазывания пирожков. Всё это перемешиваю. Если вы уверены в качестве своих дрожжей, то можно сразу добавлять растительное масло и просеивать муку. Если всё-таки не уверены, то оставьте смесь постоять минут на 15, чтобы увидеть, как работают дрожжи. В конце я добавила в муку разрыхлитель. Буду замешивать тесто при помощи помощницы. Можно это сделать и вручную. Тесто долго не вымешивается. Достаточно 5 минут на весь процесс. Тесто должно оставаться мягким, но при этом оно не прилипает к рукам. Немножко его вот так вот ещё отбиваю. Миску смазываю растительным маслом. Вот такое чудесное тесто, мягенькое получается. Кладу его в миску, накрываю пищевой плёнкой, оставляю для расстойки. Примерно на 40 минут. Зависит всё от температуры в помещении. Для начинки у меня сегодня фарш. Я его готовила сама, перемолола мясо, лук и чеснок. Можно также эти пирожки готовить с сырым фаршем, но мне всё-таки нравится больше с обжаренным. По вкусу добавляю сюда чёрный перец, соль и больше никаких приправ. И также я люблю фарш пробить вот так вот погружным блендером для однородности. Во-первых, начинка становится более вкусной. И во-вторых, удобнее работать с ней. Она не рассыпается при лепке пирожков. Тесто у меня подошло за 40 минут. Прекрасно! Я его перекладываю на рабочую поверхность. Совсем немножко обминаю. И делю на 4 части. 4 колобочка. Каждую часть скатываю в шарик и убираю все части теста под пищевую плёнку, чтобы они не заветривались, пока буду работать с одной. Помощница сегодня у нас будет пельменница. Обычная, стандартная, неважно, металлическая, пластиковая. Присыпаем её густо мукой. Далее я беру одну часть теста, раскатываю круг диаметром таким, чтобы подходил под пельменницу. Ну и дальше вы уже всё понимаете, что очень всё легко и просто. В общем, будем пирожки сегодня лепить при помощи пельменницы. И такие вот они у нас маленькие, красивые получатся. И здесь главный у нас ещё нюанс, выкладывать начинку, ну, небольшое количество, так, чтобы потом было удобно доставать пирожки из пельменницы. Чтобы они у нас все были аккуратненькие и не развалились. Поэтому понемножку раскладываем. Вторую часть теста также раскатываю, накрываю сверху, прокатываю. И получаются у нас вот такие вот маленькие пирожочки. Слегка я присыпаю мукой, прокатываю так, чтобы каждый пирожочек отделился. Лишнее тесто убираю и тоже буду его использовать в дальнейшем для лепки пирожков. Стол обязательно припыляем мукой, чтобы пирожки у нас не склеились. И потом вот так вот потряхивая. Ну, всё это знают, как это делать. Уже такие я мелочи, конечно, говорить не буду. Особенно просто акцентирую ваше внимание, что не кладите много начинки. Потому что я в первую партию положила побольше, мне так хотелось. И у меня просто вылезли сверху такие, знаете, как грибочки. И каждый пирожок мне потом приходилось выталкивать пальцем. Они потеряли форму, это не совсем красиво. Пирожки я выложила на противень, на антипригарный коврик. В желток добавила немножко воды. И смазываю этой смесью пирожочки. Также я их посыпаю белым кунжутом. Но это не обязательно тоже делать, как хотите. Видите, духовка разогрета на 170 градусов. Выпекаются такие пирожки примерно 10 минут. Ни в коем случае не пересушивайте, потому что будет невкусно. Будут сильно сухими. И сразу же я подготавливаю вторую партию, чтобы у меня этот процесс не останавливался. Вот первые пирожочки готовы. Я их перекладываю в миску. Смотрите, какие красивенькие. Да, вот действительно пирожок на один укус. Просто замечательные. Красавчики такие. Подать можно на любой стол, даже праздничный. Второй противень выпекаю. Вообще всего из этого количества теста у меня получилось 3 стандартных противня пирожков. Я их не считала, но точно больше 100 штук. Наверное, 120 или 130. Очень вкусная начинка. Девочки мои вообще были в восторге. Можно выпекать с картофелем, с грибами, с чем хотите. Пользуйтесь рецептом. Желаю мира и добра. Всем пока!